здравствуйте друзья во второй части урока про телеметрию мы поговорим про уведомление от аварийных датчиков задача которую я поставил это сделать универсальные автоматизации которые будут отслеживать срабатывание устройств выбранного класса и по этому событию генерировать уведомление в мессенджер светом и голосом хочу уточнить показанное решение это лишь один из возможных вариантов которых может быть великое множество поэтому буду благодарен за конструктивную критику и ваши реализации этого решения если вы еще не подписаны на мой канал можно сделать это прямо сейчас а если вы поставите лайк этому видео его смогут найти больше людей также вы можете поддержать развитие моего канала материально все ссылки в описании в первой части урока ссылка в описании мы рассмотрели создание страницы телеметрии при помощи специальных карт авто антитис в частности одна из карт отображала сработавшие датчики протечки и дыма напомню для этого был установлен фильтр на все устройства домена бинарных сенсоров у которых класс устройства был равен влажность или дым что позволяло не прописывать каждый датчик по отдельности а иметь универсальный фильтр эту логику я использовал для решения поставленной задачи несколько слов скажу про класс устройств это специальный атрибут который определяет данном случае тип бинарного сенсора как мы все знаем бинарные сенсоры имеют только два варианта состояния включено или выключено кстати у сенсоров тоже есть свои классы устройств и они отличаются от этих для чего он нужен в первую очередь это отображение в интерфейсе например датчик окна будет отображать свои два состояния как открыто движение как есть движение нет движения влажно сухо и так далее кроме этого он как мы убедились в уроке телеметрии позволяет сортировать устройство по принадлежности к тому или иному классу изменители присвоить его можно как в интерфейсе зайдя в нужное устройство выбор бинарный сенсор и в меню отображать как найти нужный класс устройства так и вручную прописав его в разделе кастомайз на использование в автоматизациях класс устройства никак не влияет это все тот же бинарный сенсор статусами on и off логика не меняется совершенно вот в общем списке устройств по фильтру класс устройств влажность нашлись датчики протечки если у вас сюда затесался какой-то лишний датчик стоит его перевести в другой класс или не назначать его также и с дымом поделюсь лайфхаком при написании этой логике мне нужно было довольно часто имитировать протечки из-за дымления брать настоящий датчик протечки и бросать в его воду а потом вытирать не очень хорошая идея тут мне помогли три гербайзет бинарные сенсоры ссылку на урок вы найдете в описании я сделал два таких сенсора имена им присвоил по образу и подобию настоящих чтобы понять как они будут отображаться и в текстовом и в голосовом сообщении оба сенсора активируются по нажатию на одну и ту же кнопку то есть переходят состояние включено и никаких датчиков не надо бросать воду или окуривать дымом один автоматически отключается через 10 секунд 2 через 20 это нужно чтобы проверить корректность работы при множественных протечках не дай бог конечно и для того чтобы они попали в выборку ставим нужный класс устройств влажность или дым ссылку на текстовый файл с кодом вы найдете в описании хорошая новость для тех кто не хочет вникать в код его достаточно просто скопировать и он будет работать у вас а те кто хочет разобраться смотрим дальше постараюсь объяснить все максимально подробно и понятно первое что нам надо сделать это создать логическую конструкцию которая будет перебирать все объекты по заданным параметрам такая конструкция называется цикл для этого объявим переменную я ее назвал не замысловато объект но ее можно назвать как угодно хоть василия либо баевич и переберем все объекты которые относятся к домену бинарных сенсоров статус которых равен включена класс устройств добавим чуть позднее пока разберемся как все работает выведем значение переменной которая будет присваиваться каждый включенный бинарный сенсор пока цикл не закончится то есть будут перебраны все бинарные сенсоры и выведены те что соответствуют условиям список получился довольно устрашающий так как вывелись полностью все данные по каждому включенному бинарному сенсору добавим к выводу переменной дополнительный фильтр имя полученный список теперь выглядит так потому что для каждого включенного бинарного сенсора выводится только его имя добавим еще одно условие состояние так как оно для нас является ключевым теперь вывод выглядит так название каждого бинарного сенсора и его состояние Но проблема заключается в том, что это не один общий вывод, а множество. Пока цикл действует, переменная каждый раз меняет свое значение. Чтобы было понятнее, если выводить не значение, а длину полученного списка. У нас получится не одно число с количеством включенных бинарных сенсоров, а просто целый ряд единичек. Особенностью переменной цикла является то, что она существует только в нем. Если мы попробуем сделать вывод этой переменной вне цикла, мы получим ошибку, так как такой переменной вне цикла не существует. Поэтому я объявил еще одну переменную, которую назвал переменная, не получится из меня креативный директор. Еще раз напомню, переменная можно называть как хочется, главное использовать это же имя во всем шаблоне. Здесь нам пригодится глобальная функция namespace. Еще раз, это функция не переменная, поэтому это ее собственное название. Она позволит нам зайти внутрь цикла и вывести наружу получаемое в нем значение. А это значение для объявленной переменной, тут тоже можно использовать свое имя, я не стал сильно фантазировать и так и назвал ее значение, пока оно пустое. И внутри цикла мы присваиваем для значения нашей новой переменной, то что мы получали в ходе прошлых опытов, название и состояние бинарного сенсора. Вывод полученного значения проводим уже за пределами цикла. Хорошая новость в том, что мы вышли за пределы цикла, переменная существует. Плохая в том, что мы получили только одно, последнее значение цикла, так как оно каждый раз менялось на новое. Нам нужно как-то сохранить их все. Для этого нам понадобится еще одна функция dict, которая на каждом круге цикла будет добавлять к значению переменной, название и статус очередного элемента цикла включенного бинарного сенсора. Посмотрим, что у нас получилось на выводе. Перечень всех включенных бинарных сенсоров, но уже в виде одного списка. В этом легко убедиться, если рассчитать его длину. Она равна 24. Добавим в условие еще один параметр. Кроме состояния включенной, еще и принадлежность к классу устройств влажность. Ни одного объекта, который отвечает заданным условиям нет. Нажимаю на кнопку, которая включает два тестовых сенсора протечки и они появляются в списке. С логикой мы разобрались, остались мелкие детали создать на ее основе сенсоры шаблонов. Я решил в значении этого сенсора выводить количество датчиков, в данном случае протечки. Но в ходе тестов выяснился один момент, если в списке нет ни одного датчика, то вместо нуля, который отображается в редакторе шаблонов, по факту статус сенсора пустой, что усложняет его использование. Поэтому я ввел дополнительное условие, если длина списка получаемых объектов больше нуля, тогда выводит это значение, количество элементов в списке. Иначе принудительно рисуем 0. Альтернативный вариант для бинарного сенсора. Если список устройств больше нуля, сенсор будет включен в обратном случае и выключен. Так тоже можно. Более того, дальнейшая логика автоматизации, которую я сейчас покажу, построена как раз на таком бинарном принципе. Однако, я решил сделать единый шаблон в виде сенсора, значение которого количество элементов отвечающим условиям запроса. Список названий я вывел в атрибут, который назвал список объектов. Здесь тоже пришлось немного подправить вывод, для того чтобы разделить по отдельности полученные пары значений названия и состояния объекта. Также тут применяется сортировка по возрастанию, правда для этого кейса она не актуальна. Я хотел сделать универсальный шаблон, поэтому в некоторых местах есть определенная избыточность. Вот так выглядит полученный нами сенсор. В нормальном состоянии его значение равно нулю и список атрибутов пуст. Нажму на кнопку и вызову сработку двух тестовых сенсоров протечки, значение 2, это количество элементов цикла соответствующих условиям и в атрибутах появились их названия и статус. Сенсор для датчиков дыма точно такой же, отличается только именем и тем, что в его фильтре стоит класс устройств дым, все остальное идентично. Осталось разобраться с уведомлениями и это скажу я вам тоже был большой кусок работы. Я решил использовать все возможные методы, световую индикацию, отправку уведомлений в мессенджер и голосовое сообщение. Как я и сказал логика триггеров бинарная, но я все же решил остановиться на варианте сенсора который отображает количество соответствующих запросу элементов. Триггера тут получилось два. Первый если длина списка больше нуля, второй равна нулю. Такая конструкция отсеивает некорректные статусы которые бывают сразу после загрузки системы. Далее применен селектор условий и первым условием будет количество сработавших сенсоров протечки больше нуля, то есть она случилась. Первое действие отправка сообщения в телеграм бот в указанный чат, я использую для этого специальную группу куда добавлены все мои домашние. Первой строкой сообщения идет уведомление о факте протечки и времени ее возникновения. Во второй строке мы получаем список значений name и state из атрибутов сенсора, для этого мы их и разбивали на пары. Но в данном случае я вывожу только имена, значения тут не нужно, понятно что они сработали. Возможность выводить значения пригодится для других кейсов. После каждого имени отправляется перенос строки, чтобы все выводилось в столбик. Следующее действие это световая индикация, в моем случае это включение Ambilight красного цвета на трех люстрах. Для звукового уведомления использую интеграцию реверса TTS, ссылка на урок в описании. У меня есть две google колонки и на них я отправляю сообщение, которое начинается со слов обнаружена протечка. А далее такой же список названий сработавших сенсоров, что отправился в telegram. Если статус поменялся и стал равен нулю, тогда в чат отправляется сообщение об устранении протечки. Все три Ambilight переключаются в зеленый цвет и через 10 секунд отключаются. На колонках проигрываем сообщение протечка устранена. Для задымления автоматизация абсолютно идентична, ее код вы найдете в текстовом файле, ссылка в описании. Вот так работает созданный мной кейс. Обнаружена протечка датчик протечки, на кухне датчик протечки в санузле, все в порядке, протечка устранена. Сразу скажу, что используя подобный подход, я создал не только систему аварийных уведомлений, но и полноценную телеметрию для telegram. Но не спешите плодить такие сенсоры пачками, тут есть существенные подводные камни, которые я уже исследовал и нашел решение выявленным проблемам. Если эта тема вам интересна и вы хотите увидеть третью часть урока про полноценную телеметрию в telegram, ставьте лайк этому видео и напишите комментарий, хочу продолжения. На этом все, надеюсь видео было вам полезно и интересно, буду благодарен за ваши лайки, если вы еще не подписались на мой канал, можно сделать это прямо сейчас. Если вам нравится то что я делаю и вы хотите новое видео посвященное умному дому, поддержите мой канал ставь его спонсором, кроме этого есть и другие способы разовой и периодической материальной помощи, ссылку вы найдете в описании. Также я веду и telegram канал в котором публикую полезную информацию, опросы и ссылки на устройство умного дома, буду рад если вы присоединитесь к нему. В описании под видео вы найдете полезные ссылки, на все устройства показанные в обзоре, на полезные ресурсы, а также на те видео которые либо упоминаются, либо пересекаются с темой этого. До новых встреч, всем мира! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok